Я обращаюсь ко всем топ-менеджерам банков Российской Федерации. Вы видите прекрасно, что происходит в нашей стране, сколько мошенников. В ваших силах прекратить эти мошеннические действия. Организуйте таким образом работы, чтобы в случае обращения граждан по мошенническим действиям такие операции были заблокированы, то есть взаимодействие всех служб безопасности, всех банков между собой. Таким образом вы сможете на корню пресечь все преступные действия в отношении ваших клиентов. Вы же клиентоориентированные, верно? Поэтому примите меры. И меня до сих пор удивляет, я до сих пор в недоумении. Почему об этом говорим мы, а не вы? Почему вы до сих пор этого не сделали? Мы требуем от вас конкретных действий. Это проблема масштаба всей страны. Поэтому отреагируйте и примите меры. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. Если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Эта тенденция идет уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, если брать сравнение 2019 года с 2018, она составила, наверное, порядка плюс 80% именно этой категории уголовных дел. Меня обрадуешь. То есть открыто уголовное дело. Есть постановление о признании потерпевшей. Эта проблема волнует банки. Это касается как акционерных банков, там, Сбербанков прежде всего, потому что от его имени совершается наибольшее количество подобных преступлений. Ну и радует то, что и Центробанк заинтересован. Периодически обмениваемся информацией. На заседаниях рабочих групп у нас действует рабочая группа по противодействию экономическим преступлениям, а мошенничество, они туда включаются. Представители Центробанка периодически приглашаются, запрашивается их мнение, запрашивается мнение Сбербанка, как наиболее крупнейшего банка. Завладели деньгами мошенники. Есть ли у вас процедура, и почему она не работает, значит, когда поступил такие деньги, ну, в общем, есть проблема. Эти деньги известны, на какой счет переведены, либо в вашем банке, либо в другом банке. Почему служба безопасности не связывается, если это сторонний банк, с той службой безопасности банка. И не взаимодействует для выяснения обстоятельств, потому что есть заявление о преступлении, и об этом было заявлено. Значит, почему не заморозили эти деньги. Есть ли такая процедура, предусмотрена ли она у вас. Хотелось бы порекомендовать гражданам не паниковать, когда им позвонили по любому подобному поводу, а выяснить ситуацию и не называть данные свои, карты, там, родственников и так далее. Тут в течение, получается, 596 тысяч пришло на карту, прилетело. И, то есть, это вообще непонятно, что происходило, то есть, они сразу же их разбросали, эти мошенники, на свои карты. Здравствуйте, сейчас мы находимся у входа в сам банк ВТБ. Для чего мы сюда пришли? Для того, чтобы задать вопросы руководителю, насколько они клиентоориентированные, и вообще, какие меры будут приниматься, принимаются ли. Ну, у меня такое ощущение, что ничего абсолютно им не нужно, главное, чтобы клиент платил деньги. А то, что он пострадал от действий мошенников и деньгами завладели незаконным способом, их это мало волнует. Так что мы идем. Здравствуйте, подскажите, а как вы на руководителя увидите отделение банка? А вот здесь, да? А вот здесь, да? Здравствуйте, скажите, а где вы могли бы присесть и пообщаться, если определенная проблема, с руководителем? Я руководитель у нас есть просто администрация. А вы кем играете? Я заместитель, я не знаю, мы можем с вами общаться. А что, правда, на такую тему? А у клиента есть вопросы. Замечательно, а с вами есть вопросы. Да, это, собственно говоря, по соглашению, да, мы решили, что мы снимаем. Мы конкретно вас не будем снимать, мы снимаем обстоятельства, которые здесь имеются, то есть все происходящее. И что происходящее. Смотрите, есть ситуация... Что бы сейчас происходит, то, что вы снимаете. Ну да, сейчас происходит наш общение. Смотрите, есть ситуация... Вот скажите, у вас клиента ориентированная консерва? Верных контактях на вопрос, скажите. Есть у вас... Либо мы разговариваем где-то про кормку присажив mettre. Ну, давайте присаживаем. Тогда давайте получать вопрос. Потому что я не знаю, что за вопросы будут, и я не уверена, что я не думаю, что... Смотрите, вопрос абсолютно о вашей компетенции и связан с вашим работой. Поэтому никаких постараний вопросов нет, и вы отлично не поддержите. Давайте мы все-таки будем по соглашению сделать. Либо мы снимаем эту договоренность, либо мы не снимаем. Я не буду отвечать на вашу компетенцию. Так, смотрите, мы можем сейчас осуществлять где-то. У нас вопрос, товарищи, клиент, вот задайте вопросы по вашей ситуации. Вот клиент, вы сейчас в этой ситуации, вот здесь мы не будем. Давайте в другом месте. Давайте в другом месте. Пойдемте, у вас какой-то вопрос. У меня вопрос есть. Есть вопросы. Я сейчас клиенту прохожусь. А это мой юрист. Это мой юрист. Я не знаю ваших полномочий, я не вижу ваших документов. Я вам могу паспорт предоставить, даже если вы не хотите. Я не понимаю ваших полномочий. Я же говорю, представители, я представляю интересов. Давайте еще раз, как я могу к вам обращаться? Меня зовут Наталья Владимировна. Обращалась я к вам по поводу того, что вы в отношении меня... А если у вас есть какой-то вопрос, я вам предлагаю пройти в переговорную комнату и обсудить этот вопрос. Ну вот с представителем. Я не буду с вами раздавать на камеру. Ну давайте мы вот сюда присядем, если так стесняйтесь. Вот сюда вы присядете, если вы не хотите нас пригласить. Я хочу вас пригласить, но пригласить исключительно клиента. Ну, вы считаете, я предъявил вашу, потому что... Нет, я не вижу ваших полномочий. У вас есть доверенность на руках. Я могу сказать, что у вас своё весна. Если у меня свой... Он просто говорит, что представляет интересов. Он представляет моё доверенность. Либо мы проходим, либо я сейчас разворачиваюсь, ухожу. Почему такое? Вы говорите клиент-ориентированную компанию. Почему в начале пройдём? Вы клиент-ориентированной компанией. Если вы так сделаете, вы покажете совершенно другое, что вы не предъявите. Это адвокат, это мой адвокат. То есть банк на мои вопросы не отвечает. Я написала тысячу обращений, которые... У нас есть конструктивный диалог. На которые он не отвечает. На мою переговорную. Ещё раз говорю, я не буду... То есть вы говорите о том, что... Я вам не отвечу ни на один вопрос. Смотрите, вы говорите о том, что директор сможет на видео ответить, а вы не можете, правильно? Я вернусь, что она? Вы демонстрируете... Давайте мы не будем провоцировать такую ситуацию, когда можно будет потом делать определённые нарезки, когда вы покажете в каком-то свете. Мы же показываем в том свете, в котором есть. Вот сейчас мы видим с вами общение неконструктивное. Вы почему-то не хотите с проблемой клиента сейчас на тем проблемой, где я общался? Я ещё не задавала вопрос по теме клиента. Так вы задайте. Я не буду этого делать на камеру. Почему вы с камерой, скажите? Я потому что не знаю, какие будут вопросы. Возможно, это будет финансовая информация. Ещё раз говорю, я не буду с вами разговаривать на камеру. Это проблема, если... Извините, если ещё ко мне есть какие-то вопросы. Ваш вопрос. Ну, есть какие-то вопросы для вас. Да, у вас, конечно, есть. Хорошо. Нет, извините, я тогда должна вас покидать. Да? Вы можете присесть. В один час прибыли, да? Да. Хорошо, ну, у нас по 16, мы подождем. Подождите. А если вы не будете, то мы с вами должны общаться. Здесь и на нас. Вы можете развлекаться с помощью. Смешно себя, смешно себя, ребят. Если вам нужно решить ваш вопрос, то это решать немножко по-другому. В другой системе. Да, я приходила к вам не раз. Без камер приходили. И толку от этого какой? Мы со мной общались. Мы со мной общались. Со мной не общались, правильно? Вы решите себе вопрос за руководителями. Я могу понять, что происходит, и предложить варианты решения. Вы можете ответить на один вопрос? Я могу предложить варианты решения. Не буду я вам общаться. Вы не платите по-человечески. Банк по-человечески, когда требуют вернуть деньги, которые он не брал. Это по-человечески? По-человечески, говорю. Здравствуйте. Нам нужных вам, да? А можно пока не снимать? Да мы не снимаем. Я не волнуюсь, потому что это может публичный, должно с ним быть. Да, абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, клиентку. Я клиент. Вы клиент. Вы кто? Спасибо. Я нанялась и юридическую снижку. Это даже еще и сопровождение, потому что я попросила и увидела селенку. Ситуация... Вы не рассказываете ситуацию? Тритическая. Смотрите, ну я уже проанализировала. В принципе, я понимаю, о чем будем разговаривать. Мы пока не разговариваем, потому что это не надо снимать. Вы можете снимать, когда мы будем есть конкретный диалог. Но, смотрите, у нас есть банковская тайна в банке, да? В присутствии перетехнизма мы ее не разглашаем. Если вы представитель официальный, на основании договора, там, у вас есть удостоверение... Таково у меня есть. Подождите, подождите, стоит не сутить. Достаточно того, что гражданка просто вам в этом говорит, что я являюсь ее представителем. То есть она вам не просто, я сюда пришел один, вам достаточно того, что я свою личность подтвержу. Нет. Я вам могу предоставить паспорт. Больше ничего от меня не нужно. Нужно. От вас много, либо доверенности, либо... Я вам еще раз говорю, доверенность нужна в случае того, что если я один сюда приеду. Вас это вообще не должно касаться. Вы понимаете, если мы сейчас будем говорить о финансовых операциях, о денежных, я не могу обсуждать присутствие третьего лица. Тем более, присутствие третьего лица. Послушайте, теперь внимательно. Я являюсь ее представителем. Она вам об этом заявила. Не, подождите, у нас она ничего. Подождите, подождите, не нужно никаких бумаг, вообще и показывает. У нее нет такой обязанности. Она говорит слова, происходит вам, что я являюсь ее представителем. Подождите, она не она, клиент, говорит мне все, что хочет. Но при этом я озвучивать какие-то финансовые сейчас цифры при вас не буду. Я вам говорю, это вообще не правильно. Во-первых, это глупо, но давайте не будем озвучивать. У нас здесь конкретная проблема. Давайте так, мы сейчас паренька. Алексей, можешь снимать нормально. Смотрите, ситуация следующая. Вы уже ознакомились с такой ситуацией? Можно мне клиентку рассказать? Хорошо, конечно. Но у вас, видите, какие предрассудки? Ситуация заключается в том, что... Можно, пожалуйста. Да, конечно. Предоставите вас, Лиза? Естественно, сейчас предоставим вам. Подождите. Потому что 28 марта мне позвонили на телефон. И, в общем, представили службу безопасности банка. И, значит, сказали, что с моих счетов... Ну, были ли у вас списания с ваших карты? Производилось два раза списание. Там 800 и 900 рублей. То есть с одной из банковских карт. После чего я... Это еще было ранее. То есть пришлось заблокировать одну из карт. То есть сделали перевыпуск. Откуда знали мошенники? Это очень мне интересный вопрос. Это меня и, как бы, ну, как сказать, настроило на то, что я им поверила. То есть таким образом. Что это действительно служба безопасности банка. Что это служба безопасности банка. Да, что они известны и все мои данные. То есть как меня зовут там. То есть какие у меня карты есть. И после этого всего, то есть это... Они сказали, что, в общем, они расследуют обстоятельства, связанные со списанием денег. Что это не только у вас происходит, а вообще, как бы, очень частые жалобы клиентов. И они ведут расследование. Попросили в содействии. Вот они подкручились таким образом к моему онлайн-кабинету и списали мои денежные средства. После чего был звонок с вашей стороны? Да, после этого, то есть я через 30 минут, как все вот эти там эти мошеннические действия произошли, я позвонила, в общем, в онлайн-кабинете, ну, в общем, в эту линию вашу горячую. И мне сказали, что со мной, что это мошенники, что, в общем, ваши сотрудники не звонят нам по этим вопросам. Я попросила заблокировать все мои карты, все мои счета и, короче, личный кабинет. Раз это такая ситуация, ну, в общем, образовалась критическая, ваши сотрудники посоветовали мне обратиться в полицию. После того, как я сделала звонок в банк, я поехала сразу же в полицию. И этим же числом я подала заявление, короче, на то, что, в общем, меня огранили. Мошеннические действия были со стороны. Да, то есть открыто уголовное дело. Есть постановление о признании потерпевшей. Есть постановление о том, что открыто уголовное дело. Идется расследование. Все эти документы я предоставляла, короче, в обращении. В обращении в милицию? В банк. В банк. Вы, можно сказать, вам вопрос, вы приходили непосредственно в офис банка с документом, не стоящим личность для того, чтобы предоставить сведения, написать претензии в обращении? Неоднократные претензии очень много. Сейчас я даже могу их озвучить, я все взяла. Претензии были уже неоднократно. Первая, что претензия была написана 30-го числа в вашем банке. Марта? Да, 30-го марта в вашем банке. Мне дали распечатки, как, в общем, что с моими счетами, то есть с моими деньгами на данный момент произошло. То есть на одной из карт находилось заблокировано, то есть якобы банк успел, а заблокировали частично какое-то количество денег. Это было 175 тысяч рублей. У меня есть эти выписки. Вот, на одной из карт. Остальные, то есть это, мне сказали, что на ваше имя взяли, да, этот, как его, кредит. Как могли, без моего, вообще, ну, да, мошенники подключились. Они, то есть это, сделали, как бы, подтверждение в моем онлайн-кабинете на то, что, в общем, это, я, ну, как бы, от моего имени, что я кредит беру? Почему? За полчаса на мой счет пришли эти деньги. Объясните мне, пожалуйста. И такого никогда не было, чтобы без моего этого, как бы, ну, договора я какой-то должна заключить. То есть обычно делается такая процедура, и вы это прекрасно знаете. Подтвердить можно все, что угодно. Звоня, в общем, в этом банк тут же звонит и говорит, вы хотите взять кредит на такую-то сумму. Вы это подтверждаете, то есть никто, ничего не звонил, вот, спросили, в общем, я бы там сказала нет или еще что-то. Вот, но если даже ладно, и не звонили, то есть эти все, короче, операции не совершаются онлайн. Вызывается клиент в банк. На основании этого, короче, того соглашения, то, что, в общем, это определяется, определенная сумма, которую хочет клиент взять, то есть это банк одобривает это. А потом уже после одобрения банка заключается договор с клиентом на, короче, на кредит, правильно же? После этого только, как все бумаги подписаны, деньги приходят на счет клиента, и уже ваш сотрудник, оператор, идет со мной к этому, как его, банкомату. В общем, я вставляю карту, и он меня спрашивает, есть ли полная сумма пришла ли вам на вашу карту, есть ли все деньги, да, спасибо, покажите чек, они даже иногда просят. И, то есть, на этом вся процедура заканчивается. Тут в течение получаса 596 тысяч пришло на карту, прилетело, и, то есть, это вообще непонятно, что происходило, то есть, они сразу же их разбросали, эти мошенники, на свои карты. Первый момент был, когда непосредственно были первые переводы уже, два первых перевода по двум другим картам, потом получается еще один кредит, сразу перевод, это подозрительная операция, я думаю, должны были вызвать. Следующий момент, когда сообщили банку о том, что, значит, завладели деньгами мошенники, есть ли у вас процедура, и почему она не работает, значит, когда поступил такие деньги, ну, в общем, есть проблема, эти деньги известны, на какой счет переведены, либо в вашем банке, либо в другом банке, почему служба безопасности не связывается, если это сторонний банк, с той службой безопасности банка, и не взаимодействует для выяснения обстоятельств, потому что есть заявление о преступлении, и об этом было заявлено. Значит, почему не заморозили эти деньги, есть ли такая процедура, предусмотрена ли она у вас? Скажите, пожалуйста, вы обращение в офисе оставляли, вам заблокировали все карты, вам ответ предоставлен в вашем обращении? Один раз, есть один ответ, в котором, в общем, банк отказывает в плане того, что у меня с банком заключен договор на комплексное обслуживание. Единственный раз, когда мне это, ну, это полный пред, и, то есть, выставлять мне какие-то вообще, то есть, претензии по поводу, что это, у меня кредит в вашем банке, ну, у меня есть действующий кредит, я его проплачиваю. А вот этот, на основании чего банк имеет право мне выставлять? У меня нет договора, нет договора по поводу этого. Тут, смотрите, включу момент, она признана пострадавшей, потерпевшей. Это уголовное преступление было совершено в отношении нее. Денег она не брала у банка. Почему банк? Банку проще, конечно, чтобы кто-то платил. Так вот, я и спросила, предусмотрены ли эти механизмы какие? Скажите, пожалуйста, вам кредит в этот 28 марта, когда вы обратились в банк для написания заявления? Я позвонила в общий сад, в 28 число, да, я позвонила, короче, в банк. То есть, банк был уведомлен? Сказала, что вот такая ситуация произошла, что у меня появились деньги на счету, и они списались. Я говорю, я ничего не, в общем, ваша служба безопасности со мной связалась. Мне говорят, это мошенники. Я говорю, срочно заблокируйте все счета мои, потому что это, потому что деньги еще не могли уйти. Они пусть даже переведены, но это не то, что я взяла из кармана, взяла и как бы другому отдала. После вашего обращения, через сколько заблокировали важный момент? Через сколько карты были заблокированы после обращения? Я, в общем, 30-го пришла. Я имею в виду, 28-го было совершено, правильно я понимаю? Да. Вы позвонили спустя полчаса, ну, вот, примерно. Ну, это онлайн-кабинет был заблокирован сразу. То есть, заблокированы действия, то есть, это подтверждается. Были молниеносы. Мы, онлайн-кабинет, я против, да, от 30-го числа вы уже пришли в банк. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, у вас есть в домках постановление, которое у вас сейчас сказали? Да, 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 да. Нет, у меня не очень много обращений. Сейчас, минуту, подождите. И именно прикладывали о признании? Да, 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 да. Сейчас я ответ. О ответ на это обращение? Нет, прислал банк смс. Что, ваше обращение? Отказано. Отказано? Это я вам сейчас, подождите. Во-первых, вот оно обращение, вот это последнее, которое, в котором, в котором я прикладывала вот эти постановления. Вот они, оригиналы этих постановлений полиция выдала. Я могу вам дать ксерокопию, если вам надо. 20 мая, да? Ответ был поздно. Вот это, да, вот то, что постановление оригинала, вот вам ксерокопию, если нужны, я вам могу предоставить. Дело уголовное возбуждено? Да, абсолютно. Поэтому признали потерпевшие на основании возбужденного уголовного дела. Нарина Берегу говорила, да, обращение? Да, это нас тоже 6. Это просто, как сказать, это последнее обращение. Сюда я приходила неоднократно с вами. Со мной разговаривала только один раз нормально ваш оператор Гулевская Юлия или Гулевская. Гулевская Юлия. Вот, она, да, она мне предоставила все выписки, это 30-го числа. Мы с ней написали первое обращение в банк о том, что, в общем, со мной, в отношении меня совершены мошеннические действия. После этого, как бы, 10 дней прошло, банк, например, сказал, что ответ на ваше обращение, как бы, есть, обратитесь в службу поддержки, короче, ну, вот эту, вот опять, горячую линию. Я звоню, они мне начинают какую-то ерунду рассказывать. Я говорю, это, мне, пожалуйста, официальный ответ, вы можете, это, они мне, мы можем его зачитать. Я говорю, а могу ли я его получить? Да, говорит, Эд, вы можете обратиться, короче, в банк. Банк мне ничего не распечатывал. То есть, это уже после третьего раза, вот, прислали вот этот татэ. Были еще три обращения. У нас же были еще обращения в мае, да? У меня, кажется, я два раза в месяц. Но самое главное обращение, это вот это, где приложили о том, что признали потерпевшей. Это тоже в мае, да? Это последнее, это самое последнее обращение. А это было на первые, да, их было три. Давайте, вернемся немножко назад, 28 марта. Позвонили, представили сотрудниками службы безопасности. Вы им сообщили вводим пароль от своего кабинета? Нет. Они все же видели, они все, под контролем телефон был. Подождите, я поговорю, сейчас я уже вызываю. Вам позвонили. Как правило, мошенники знают о последних операциях. Вы понимаете, и тем самым они заводили вашим доверием, что вы эти операции совершали. Какую информацию, вспомните, пожалуйста, спросили у вас мошенники. Может быть, номер карты, сер-код карты? Номер карты, да. Номер карты. И сер-код, наверное, три цифры на обратной стороне карты. Ну, я не помню, нет, вряд ли я это сказала. Но номера карты я ему говорила. Да, то есть они, они, во-первых, и сами знали, в принципе. Они просто называли все данные, продиктовали. Да, по-моему, на вы. Они не могут без всех кодов провести операцию, либо без пароля. А там в чем фишка, вы не поняли, как они завладели. Они подключились к телефону, и полностью под контрольный телефон был. Они совершали их манипуляции. Они, не она, в том-то вся фишка. То есть вы в телефоне, они видят... А там же онлайн-кабинет есть, они все это абсолютно... Да, они к телефону подключились. Они управляли ее телефоном, она ничего не могла уже сделать. В чем это вся фишка? И все, сейчас мой телефон находится, короче, на экспертизе. На экспертизе, да. То есть, чтобы как бы определить, по какому там IP-адресу, кто там подключился. Кто звонил, кто подключался, с какого устройства. Но давайте, знаете как, мы сейчас как бы это все понятно. Это все, это все сотрудники полиции сейчас этим занимаются. Позиция банка нам интересна. Позиция банка, действительно, есть мошенники, которые орудуют у нас на территории Российской Федерации. Действительно, мошенники каким-то образом, может быть, путем свечения данных в карте, в интернете, узнают информацию о клиенте. Далее поступает звонок. Действительно, они все представляются и мошенники Сбербанка с сотрудниками служебезопасности. А далее происходит манипуляция с клиентом, когда клиент подтверждает и говорит определенную дополнительную информацию для совершения кредитов. Но она этого не делала. Следующий момент. Вернемся к кредиту. Вы совершенно правильно описали процедуру выдачи кредита в офисе. Сейчас во всех банках существуют маркетинговые предложения и онлайн-операции, в соответствии с которыми вы, как клиент, для удобства проводите все в своем личном кабинете без посещения банка. И в таком случае, если у вас было предложение по кредиту, мошенники действительно могли в онлайн-кабинете, используя ваши там карты, явки, пароли, получить данный кредит. Зачисление кредитных средств на вашу карту, на ваш счет поступает моментально, в момент подтверждения этой операции. Вы подтверждаете в онлайне, клиент подтверждает в онлайне, что да, он согласен со всеми условиями, последнее подтверждение и кредит уже в моменте на вашем счете. Далее происходят операции, списание, перевод. Они могут происходить уже сразу же, как только денежные средства находятся на счете клиента. У нас временного отрыва, там 30 минут, часа нет. То есть здесь все правильно, и вам в обращении указано, что моментально денег поступает. Что мое предложение, что мы сейчас делаем? Мы сейчас регистрируем еще одно обращение, прикладываем, точнее, ссылаемся на предыдущее обращение, прикладываем ваше постановление, и далее мы уже со своей стороны инициируем расследование нашей службы безопасности. Все верно, вот это правильно. То есть мы не просто отправляем, чтобы вам поступил очередной ответ, да, как бы форматный ответ для обычных клиентов, которые в онлайн-кредитах делали те или иные операции. Мы непосредственно работаем с вашим обращением, уже подсоединяя службу безопасности нашего банка. Вот абсолютно правильно и поддерживаю, но момент такой. Предусмотрены не механизмы, вот смотрите, есть же ситуация, при которой эти деньги поступили на другой счет. Может быть не вашего банка, а другого банка. Он известен, верно? Вот почему служба безопасности не связывается в таких моментах со службой безопасности другого банка и не говорит, что это спорная операция, она совершена преступниками? Я расскажу, что служба безопасности в моменте принимает участие, рассказывает в каких случаях. Поэтому я не зря вас спросила временный отрыв, когда это все произошло, когда первое обращение. У нас бывает так, особенно после выходных дней, в воскресенье или всего-то происходит мошенническая операция. Даже в Сбербанке, да, на карту ВТБ якобы. В этом случае есть временной лаг у нас небольшой по выходных дням, когда денежные средства находятся еще на корсчете в банке. И тут, если сразу клиент обращается моментально, да, на следующий день, мы еще можем приостановить вот этот перевод из корсчета в денежные средства и вернемся. То есть это у вас еще, потому что находится... У нас были эти прецеденты, мы частично возвращали. Я слышала, у вас тоже усвязь, да, как будто... Но они все равно по итогу, в итоге, этих денег все равно там не оказалось. Смотрите, сейчас... Они при выписке есть, а потом их не оказалось нет. Сейчас, сейчас... Ну вот смотрите, сейчас продолжим просто смотреть, момент такой. А если они перешли уже в другой банк эти деньги? Но ведь вы взаимодействуете же с друг с другом в Сбербанке безопасности. Если они уже зачислены на другой счет из лица, мы ничего с ними не сделаем. Но есть же заявление о преступлении в Сбербанке безопасности. Вот таких механизмов нет у банка? Вот смотрите, а как вы считаете, на корню исчезнут такие виды преступлений, если у вас будут такие взаимодействия между банками? Мне кажется, тогда вообще как вид преступления исчезнет. Я с вами полностью согласна, что все банки, безусловно, и наш банк работает с мошенническими операциями. Мы выявляем, мы притормаживаем действия по списанию. Но опять же, если денежные средства уже находятся на счете клиента, другого, мы здесь уже ничего... Вот, я почему, я к чему, почему банк не мог это инициировать ранее? Это же не первый год вот происходит. А сейчас мы об этом говорим, простые граждане. Вот ситуация возникла. О том, что это необходимо, чтобы банки с друг другом договорились. И что в таких ситуациях обязаны реагировать, замораживать деньги. И до выяснения обстоятельств. Получается, есть одни добросовестные реальные гарантии, Вадим? Вадим, ну, в первую очередь это система, которая, безусловно, разрабатывается в службе безопасности не только нашего банка, но и всех, кто банк в России. Я согласен, да. С этой системой мы боремся, безусловно. И, к сожалению, заявлений клиентов о мошеннистях операции в целом в России у нас растет с каждым днем. И не только по банкам с ним операция. Ну, вы сами знаете, да, продажи и критерности. Так, операции эти есть, заявления есть. А почему не придумывать? Ну, допустим, просто у меня в голову пришло. Почему так не делают? Почему до сих пор этого не разработано? Да, мы вот с вами думаем, что это просто, но это махин, это система, это миллионы клиентов, миллионных карт. Это деньги клиентов, вы понимаете, чтобы... Сейчас я прекрасно понимаю, что любая копейка, ушедшая в машинках, это мошенническая операция. Поэтому, безусловно, с этим работаем. Я не могу дать экспертную оценку, потому что совершенно другие службы подразделения. Так как клиент обратился в розничный банк и получает у нас здесь услугу в розничном банке. Следовательно, мы работаем уже с клиентом не только по его запросам, но и по его претензиям. Ну, я понимаю. Но, тем не менее, для меня важно было понять, таких механизмов на данный момент нет. Но вы понимаете, что они необходимы? В моменте нет. Они необходимы. Это просто на корню исключит вообще любое мошенничество в этой сфере. Я вас прекрасно понимаю. Я понимаю и клиентов, и я сама... А вы до руководства эту информацию доведете, что есть такое предложение? Почему его не рассмотреть и на общем собрании, как это все обычно происходит среди уже топ-менеджеров, так скажем? Я заверяю полностью, заверяю, что руководство всех банков крупных, все работает над данной процедурой. И чтобы предотвратить утечку данных мошенникам. И чтобы сотовые операторы не разглашали наши телефоны. Тоже, если бы это работало, мы бы сейчас здесь не сидели. Согласитесь, вот сотовые операторы, да, сливают наши базы, ну, всем, кому не верить. Вот мне звонят в каких-то магазинах, предстоитесь. Я там никогда не была. Я никогда не пользуюсь этими услугами. Было у нас в базе, да, у меня вопрос. Откуда? Я же, как бы мы все, и сотовые операторы в том числе, они ждахные, а не разглашение. Все это, все это, да. Это законные операторы. А они все, все просто знают. И что самое страшное, что еще связь родственную они устанавливают. Они мне говорят, что у моего супруга какой он номер телефона. Мне это вообще шок, какой они знают, что это мой супруг, да, ну, как бы. Ну, да, век, с нынешим технологией. Ну, да, еще один вопрос. Смотрите, значит, вот это дали мне 30-го числа выписку по одной из карм. Значит, это уже выписка с 01-го, ой, ну, на 17-е, 04-е. Вот там было 175 тысяч заблокировано, а здесь списание. Я уже обратилась не то, что уже явилась сама лично в банк. Почему все так происходит? Даже не суббота с воскресеньем получается. 23-го взяли, да, операции пошли 30-го. А у вас же заблокировано было? Да, 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 уже все, уже 28-го позвонила, всем сказала, что заблокировано. Я думаю, там халатность службы безопасности имеют место быть. Наверное, да, что поэтому и не хотят отвечать. В Москве, наверное, уже начали разбираться в этом вопросе. И все свои косяки хотят спрятать. Они стояли у вас в блоке, получается, а потом... Все равно были списаны, да. Давайте мы уже к действиям берем, да? Давайте, мы уже к действиям берем, да? Очень важный момент от вас, вот то, что происходит сейчас по нашим платежам. Вот, да, сейчас, смотри, такая, с действующим кредитом ситуация. Которые все добросовестно выполняют за этого. Вот, я, значит, это, у меня есть еще один кредит в вашем банке. Вот, я его плачу регулярно, но в этом месяце у меня была небольшая задержка. То есть, 28-го, то есть, срок выплаты, ну, надо было выплатить кредит. Вот, я заплатила 5-го числа. Ну, я звонила, есть человек назначенный по кредитным задолженностям. Вот, и я попросила, говорю, перенести срок. Ну, так как я из отпуска вышла, у меня сейчас, ну, немножко с деньгами не складывалась такая сумма. Вот, он мне сказал, да, хорошо, в общем, но обязательно. А 5-е число получилось, это воскресенье. И я, ну, в общем, в понедельник внесла 10-900 на карту. У меня одна единственная карта. Это платеж ежемесячно по тому кредиту. Да, да, да. И приходит смс, что этот платеж разбит. То есть, переведены деньги на один счет, на другой счет. То есть, значит, с 10-ти... То есть, начали взыскивать, списывать деньги по тем кредитам, которые она не брала. Да. Вот, якобы, в общем, в первую очередь туда. Вот, и получается, то есть, 10-70... Ой, 9-72 ушло на какой-то счет. И 1872. Позвонила в банк, долго не брали трубку. Потом, ну, так и ничего конкретно не сказали. Мне только руки... В общем, нервы с ней... В итоге, по вашему кредиту, который вы реально брали, какую сумму зачислили платежа туда? Вот в основном, вот, ваш кредит, который вы брали, какую сумму из той суммы, которую вы заплатили, туда перечислился? Ну, я даже не знаю, какие-то счета, у меня же нет, все же не онлайн-кабинет, ничего. Кстати, у вас платеж по кредиту действующим какой суммы? У меня 10-800. А эти деньги ушли в погашение, вот, там, кредита, которые вы не брали? Да, да, да. Да, да, да. Сделать на этот платеж, что у вас, так, тоже пошел на просрочку, да? Да, да. И все деньги, которые вы кладете, у вас они... В просрочку уходят, да. Вот. Следующий момент, который мы сейчас сделаем, это мы приостановим, со стороны инициируем вот эти вот штрафы и пение. Ну, стойте по вашей... Ну, и, соответственно, вот сам платеж по... Ну, назад мы не вернем уже эти деньги, они же списаны, счет погашения. Ну, мы приостановим, потому что сколько бы вы ни пополняли теперь свою карту, у вас, вы должны понимать, да, будут уходить все деньги в погашение. Что теперь с этим, как быть? Потому что он добросовестный клиент, выполняет свои обязательства. В одной претензии, в одной претензии, опишем ситуацию, первая, по поводу того, что вы не получали кредит, вы на кабинете-то были мошенники, да, приложим, что нас признаны потерпевшие. Второе, мы в претензии также вы выдвинете свои требования, возьмем, поможете, да, вы там, в листах, вы выдвинете требования, а приостановите. Это первая, по-моему, которая с 30-го писала. Ну, смотрите, вот вы сейчас в этой претензии, которая будет, вот они нам писают, там, я позвонила, мне позвонили. Ну, мы вкратце все это, да, да. То есть, мы пишем, 28-го, на 3-го, путема мошеннического звонка, был выдан кредит, сумма какой-то, был андаркогенитик. Такого-то числа денежные средства со счета были списаны, да, что у нас их нет. С апреля месяца пошли просрочки пения по кредиту, который мы не получали. Здесь чем? Возникли просрочки по действующему кредитному договору, оформленному в офисе, и какого числа? У нас же есть, да, мы можем сказать, как бы, мы это все видим. То есть, мы ссылаемся на то, что из-за вот этих денег, так, у нас денежные средства погашения нашего кредита, полученного года, денежные, уходят. Да, ну, на погашение, да. Семь летом, у нас обникает, опять, просрочки уже под действующим, вот, на просрочном кредитном договору, скажем, да. Да, я прошу двое, да, первое, провести проверку, в части отслужить запасы банки. Машинческая операция возникшего такого-то числа, вот, такой-то карте, следствие получения, чтобы вылилось получение кредита на сумму такую-то, да. Второе, престановить до окончания расследования, начисления пейни штрафа, по кредиту, полученный в 28-м году, да. И деньги, которые будут поступать в счет погашения основного кредита, зачислять их, да, именно. Да, в счет погашения действующего кредита, цели избежания посрочных. То есть, приложение, которое мы у вас возьмем, это, 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 что вы признаны потерпевшим, возьмем приложение. Также прошу перечислить вас все номера обращений, которые были в банке, все перечислить, прошу перечислить, это уже, знаете, по скрипту. Раннее ваш банк было подано обращение, и вот все номера у вас есть, такие-то, такие-то, чтобы банк понимал, что мы не первый раз с этим, и чтобы подняли все ваши предыдущие обращения, по-моему, я говорю, подробно они увидят в системе, вот, эти все обращения. Вот, как напишите, принесите мне, я почитаю, что нам добавим, зарегистрируем, и далее уже будем, будем принимать в ответе участие, в том числе безопасности банка. Хорошо, договорились. Так что, присаживайтесь, у нас в геополитраторном зала есть третий стол, там, если он сидит, компьютера нет, банк обращения я вам дам, он будет ровно такой, а постановление мы в копию снимем, приложим, паспорт у вас есть, ну, и на контроль берем рассмотрение, сразу скажу, это не будет манить, потому что надо изучить, да, исполнить, вот, все это дело, ваш процесс, и будут вам уже ответы, официальная банка, а не в СЛС. Вот это то, что с нашей стороны поступит. Далее, вот этот ответ уже можете переобщить, вот, ваше дело, да, потому что я вижу, и просит у вас этот ответ. Все, если нужны какие-то дополнительные выписки, вы можете подойти, мы вам вот сделаем, ну, банк это все видит, и я, и все видим вашу карточку. Поэтому помогите, пожалуйста. Хорошо, мы сейчас все сделаем. Все это требование, правда, прям, конкретно описывайте, и мы работаем по данному. Договоримся, спасибо. Я здесь на месте, я не ждал всех, пожалуйста. Договоримся, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok